Век назад в этом сквере выступал Маяковский, а прошлым летом на месте эстрады появилось эффектное здание. На его предназначение намекает фигура на крыше. Здесь находится шахматный дворец. Правда, недавно его закрыли на ремонт. Ходили слухи, что здесь появится ресторан. Когда на общественном пятачке началась стройка, перезвон пошел. Кричали, это будет жилье, другие гостиницы. Тогда подрядчик успокоил. Это будет социальный объект, шахматный детский клуб. Объект открыли, повесили график работы и все ждут, а не откроется ли здесь очередной ресторан. Понаблюдаем. Обещали одно, построили в итоге другое. Свои подозрения высказывают и общественники. Блогер Денис Жапкин опасается. Дворец может повторить судьбу объектов, обещанных городу как социальные проекты, в итоге ставших коммерческими. Ходили слухи о том, что там будет строиться второй корпус гостиницы. Ходят только слухи о том, что там внутри находятся. То есть в прошлом году была какая-то презентация, показывали, что внутри есть. Но чтобы оно активно функционировало как именно шахматный клуб, кроме объявления о том, что ведется набор в группы по обучению, никаких больше ни новостей, ни чемпионатов каких-то пока не проводится. Здание построили только для шахматистов. Об этом заявила директор дворца. О слухах и домыслах Розанна Арзуманен в курсе. Называет их безосновательными. У нас проходил кубок губернатора. 425 человек. Дети от 6 лет. Ветераны до 75 лет. Мы проводили спартакиаду госслужащих. Детские праздники, елки, умный город. В данный момент сейчас происходит монтаж лифта. Шахта открыта. И поэтому в связи с этими работами мы до 31 января вынуждены закрыть здание. Сюда он приходит почти каждый день. Анатолий Федоров – пенсионер. Шахматами увлекается уже полвека. Говорит, раньше зимой, если и играли, то только на улице. В городе клубы закрывали из-за морозов. А в этом, признается, есть все. В помещениях тепло, а для удобства – телевизор с диваном и туалет. В Ленинском районе был шахматный клуб, в Заводском районе шахматный клуб. А вот в Липках, как такового, не было. Всегда все люди, пенсионеры, играли на лавочках. Зимой, в дождик, в грязь играли. Потому что у нас павильон шахматный был работал только до октября месяца. И то за деньги было. Шахматный дворец открыли в августе. Он работал до конца новогодних каникул. Это подтверждают записи в журнале учета. Играли и дети, и пенсионеры. Все они ждут возобновления работы дворца. Директор обнадеживает. Уже через полмесяца здесь пройдет очередной кубок губернатора и детский турнир. Роман Базан, Александр Блонский, Олег Бирюков, Саратов, 24.